Обозвал меня в лицо жирное. Это очень неприятно. Мне даже не хотелось жить. Всем привет, с вами Вова Кес. Сегодня я расскажу вам про блогеров, которых гнобили в школе. Если ты столкнулся с жестокостью, возможно, эти истории помогут тебе поверить в себя. Кстати, подписывайся на мой канал и кликай на колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Устраивайтесь поудобнее. Поехали. А начну я с Настей Шпагиной. По словам девушки, она не знала, где ей лучше, дома или в школе. Либо в школе, где меня не бьют, либо дома, где меня не достают из-за внешности. За непонимание математики дома ее наказывали и били. Избивает ребенка из-за того, что он не понимает или не знает какой-то предмет. Из-за своей внешности Настя подвергалась нападкам со стороны одноклассников и учителей. В попытке скрыть подростковые прыщи она носила на себя несколько слоев косметики. Я делала где-то 3-4 слоя вот так вот на щеках. Будучи в глубокой депрессии, у нее даже пропадало желание жить. После школы травля не прекратилась. Из-за необычного макияжа паблики были завалены фотографиями Насти. Там ее всячески оскорбляли и высмеивали. Когда я это все читала, мне хотелось суицидаться. Но несмотря на все, будучи сильной, она смогла добиться успеха. Настя перестала бояться появляться на людях без макияжа, а также стала очень популярной на ютубе. Я не могла представить, что я когда-то смогу сидеть перед камерой без макияжа. Еще одна блогерша, которой близка данная тема, это Алена Венум. По словам девушки, ее обучение в художественной школе было сплошным страданием. Я не училась в художественной школе. Я страдала в художественной школе. Алена постоянно подвергалась унижениям и к ней относились как к ничтожеству. Меня там просто унижали, чмырили, как последний валахар. В ее школе была популярная система разделения на компании, которые котируются и на те, которых считают лузерами. Это все мнимое разделение, оно значит меньше, чем ничего. Девушка призывает не обращать внимания, ведь после школы все это перестает действовать. В реальной жизни, когда школа заканчивается, все эти понты заканчиваются. Став настолько популярной на ютубе, Алена прекрасный пример, что нужно не опускать руки и всегда надеяться на лучшее. Кстати, если ты еще не подписан на мой инстаграм, то обязательно подпишись. Ссылка в описании под видео. Следующая блогерша это Саша Кэт. В ее классе помимо нее училось всего 4 человека и все мальчики. Четыре мальчика и вот одна я девочка. Один из них, по словам девушки, постоянно стебал ее и настраивал других делать то же самое. Кто-то толстая, кто-то жирная, кто-то плоская или в этом духе. Одноклассники постоянно высмеивали фамилию Саши, из-за этого она пролила немало слез. У меня фамилия Марченко. Мои одноклассники считали, что у меня отвратительная фамилия и называли меня Марчеллой. Однажды ее даже ударили, но никто не заступился, ведь в ее школе это было нормой. Я в этот момент ощущала себя очень униженной, ведь это произошло на такую большую публику. Также девушку травили из-за ее видео на ютубе. Она даже на время перестала снимать их. Больше не хочу снимать, слишком много каких-то обид я получила. Но, к счастью, Саша пережила это и стала популярной блогершей. Еще одна ютуберша, которая пережила травлю в школе, это Мари Сен. Девушка наполовину украинка и наполовину африканка. И именно ее темный цвет кожи стал поводом для насмешек и унижений. Если бы вы знали, что пережила я, вы бы сказали, Маша, у меня на самом деле нет проблем. Самым страшным и оскорбительным для Мари стало слово черное. На тебе постоянно говорят, что ты черная, это очень неприятно. Помимо одноклассников, плохое отношение проявляли и учителя. Иногда они даже настраивали учеников против нее. Одноклассники начинают шутить над тобой, учителя начинают поддерживать их, ребенок просто начинает сдаваться. В общем, в той школе царил какой-то ужасный расизм. Но с помощью поддержки любящей мамы, Мари все-таки добилась успеха. А подписчики девушки в восторге от ее экзотической внешности. Еще одна ютуберша, ставшая жертвой расизма, это Анастасис. Девушка-азиатка с характерными узкими глазами сразу же стала объектом насмешек других учеников. Старшие дети в школе восприняли это как повод поржать и поиздеваться над ребенком. В школе ей даже придумали кличку Китаёза. Мы начинали орать всей компашкой «Ахаха, Китаёза, Китаёза». Ну а после того, как девушка набрала лишний вес, кличка Китаёза добавилась еще и толстая. Настя, ты такая страшная стала. Слезы сами полились из глаз. Последней каплей стала ссора с другом, который он назвал ее «жирной». Обозвал меня в лицо «жирная». После этого она начала стремительно худеть, что привело к анорексии. Я буду худеть назло, я потом покажу, какая я жирная всем. Сейчас все нормализовалось и Настя стала популярной блогершей. А у ее необычной внешности появилась армия поклонников. Ставь лайк, если ты против травли в школе. Обязательно напиши, если столкнулся с этим сам или может унижают кого-то из твоих одноклассников. Если ты стал жертвой травли, надеюсь, это видео хоть немного мотивировало тебя не опускать руки. Всем пока!